Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня тема нашей передачи относительно необычная. Мы будем говорить о цифровых технологиях и о том, как они проникают в мир текстиля и фэшн-индустрии. Действительно, цифровые технологии и искусственный интеллект все глубже проникают в нашу повседневную жизнь, но также и в производство одежды. И сегодня мы будем говорить о технологиях дополненной реальности в одежде. Вам, наверное, известны такие понятия, как виртуальная и дополненная реальность. Виртуальная реальность или VR это созданный компьютерный мир, доступ к которому можно получить с помощью специального оборудования перчатки, различные шлемы или наушников. Виртуальная среда полностью заменяет физически реальный мир, не реагируя на его изменения. Причем сам человек может воздействовать на этот мир, погружаясь, например, в видеоигру. Дополненная реальность это несколько другое. Дополненная реальность или AR, она просто добавляет реальному миру какие-то дополнительные слои с помощью гаджетов, с помощью смартфонов. То есть люди могут по-прежнему взаимодействовать с физической средой, с физическим миром и получать дополнительную информацию от своих устройств с помощью приложений дополненной реальностью. Какое это отношение имеет к текстилю, сегодня мы об этом и поговорим. Итак, что же такое одежда с дополненной реальностью AR? Работает это следующим образом. Дополненная реальность использует камеру обычного смартфона для наложения цифрового контента на физический мир, на вашу одежду. Пользователь наводит камеру смартфона на реальное изделие и на экране видит то, чего в реальном физическом мире не существует. Как это работает в принципе? Ну, представим молодой бренд, который только зашел на рынок и хочет громко заявить о своей продукции каким-то необычным способом. То есть оживить принты на своей одежде. Тогда этот бренд обращается к компанию-разработчикам подобных приложений и на базе специальных платформ загружается картинка, которая будет оживать. Это может быть все, что угодно. Информация об изделии, о уходе, о его стоимости, реклама компании, сырьевой состав, а также какая-нибудь 3D-картинка. После этого программа генерирует специальный код или маркер или паттерн, как он называется, который в зашифрованном виде картинки виде наносится на одежду. Анимация эта привязана к реальному изображению на груди или спине человека, надевшего эту IR-одежду. После наведения камеры смартфона на код запускается приложение в фоновом режиме и эта картинка оживает. Система трекинга распознает этот принт и позиционирует анимированное изображение на поверхности футболки, обычно в районе груди или в районе спины или где-то рядом. Статичное изображение превращается в живую анимацию на экране мобильного устройства только. Появляются дополнительные информационные слои, которые включают изображение и информацию, а у пользователя возникает ощущение, что эти изображения появляются в реальном мире. Ну, пользователь может сделать селфи, может отослать его друзьям в этой одежде с дополненной реальностью, вот с той картинкой, которая окажется на экране смартфона. Первые такие приложения появились около 20 лет назад. Тогда они еще очень слабо цеплялись за картинку, одежда должна была быть без складок, объект должен был стоять неподвижно, и такие приложения нужно было скачивать и устанавливать на телефон. При образовании любых складов сигнал сразу же пропадал. Современные приложения работают без скачивания, позволяют пользователю двигаться, даже на ходу цепляется изображение за программу, а камеру можно наводить на объект даже под углом. В том числе. Однако стоимость таких разработок достаточно большая на российском рынке, где-то около 2,5 миллионов рублей. Ну, для чего это все нужно, спросите вы, давайте посмотрим. Во-первых, это красиво, как в анекдоте. Во-вторых, привлекает внимание потребителей к продукции и делает ее уникальной. В-третьих, размещение полезной информации на вашем изделии может быть какой угодно, полезной для вашего бренда, для учебного процесса, для школы, университета. Это может быть реклама, слоганы, какие-то переводы с иностранных языков, оживающие логотипы, стихи, все что угодно. Ну, вот здесь на картинке, посмотрите, это школьный урок анатомии, где с помощью дополненной реальности мы видим внутренности человека на экране смартфона. А вот перед вами стоит учитель, и, пожалуйста, ученики, школьники, наведя экран своего смартфона на одежду учителя, могут изучать строение его внутренних органов. Еще это может быть информация, побуждающая к интерактиву с компанией. Например, подписаться на социальные сети и получить какой-либо бонус. Также может быть эффект необычности, небольшой вау-эффект, который позволит повысить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов, в основном подростков и детей. А это, как вы понимаете, огромный сегмент рынка. А современные приложения позволяют получать трехмерные модели, анимированные сцены, состоящие из нескольких трехмерных моделей, анимированные изображения 2D-сцены, двухмерные изображения. И даже видеофайлы. Все это можно получить на реальном изделии. Эти метки на одежде могут использоваться в виде обычного QR-кода или в виде картинки. QR-код очень хорошо считывается приложением. Даже если майка замята, человек нагнулся и повернулся, камера хорошо цепляется за код и показывает визуализацию дополненной реальности. Но QR-коды на майке не так интересно смотрятся. В общем-то, не слишком красиво для изделия. Поэтому чаще используются в качестве метки абсолютно любая картинка, которая хорошо считывается приложением. Когда человек поворачивается под углом, изображение сохраняется. Когда человек движется при замятии одежды, то сцена будет двигаться прямо за ним. А можно создавать даже дополненную реальность в пространстве, панораму на 360 градусов. Например, белорусская трикотажная компания Mark Formel создала первую в своей истории капсульную коллекцию одежды с дополненной реальностью. Где на футболках вроде бы обычные принты, но на каждом из них нанесен специальный код, слой рисунок. Видите, это футболки, это шорты, велосипедки, сумки, шоперы для мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Видите, я специально себе заказал для сегодняшней передачи такую майку белорусской компании Mark Formel. И сейчас мы посмотрим, как это работает и какое изображение вы увидите на камере моего смартфона. Обратите внимание, вот у меня на груди появилось анимированное изображение, на котором вы, как бренд, можете изобразить все, что угодно, все интересующие вас информацией. Кроме того, еще одним примером использования дополнительной реальности в одежде являются виртуальные примерочные и виртуальные зеркала, которые подходят как для примерки реальной одежды, так и для виртуальной примерки виртуальной одежды, то есть одежды реально несуществующей. Особенно это актуально для поколения зумеров. Это дети, родившиеся с 97 по 2012 год, которые очень много своего времени проводят в виртуальном мире, в компьютерных играх. И как оказалось, что для них наряжение, процесс наряжания своего цифрового аватара может быть важнее, чем реальная жизнь. Вот такая вот данность. И есть такая американская корпорация, Rob Zoolrog Corporation по разработке компьютерных игр. Она опубликовала в этом году отчет в области цифрового самовыражения, моды и красоты. И на цифрах показала, как это поколение Z становится все более требовательным к возможности создавать персонифицированные аватары для своих компьютерных игр. Некоторые респонденты даже отметили, что для них важнее экипировать своего цифрового аватара, чем свой образ в реальной жизни. Аналитики подверглись более полторы тысячи респондентов в США и Великобритании в возрасте от 14 до 26 лет. Получились данные для меня очень странные, но может быть для более молодых пользователей вы скажете, что ничего удивительного. Например, 56% респондентов считают, что оформление своего цифрового аватара важнее, чем оформление самих себя в реальной жизни. 26% говорят, что если бы пришлось выбирать, что нарядить свой аватар или себя, то они бы выбрали свой аватар. 52% готовят платить 10 долларов в месяц за виртуальную одежду, 19% до 20 долларов в месяц, а 18% готовят платить 50-100 долларов для того, чтобы максимально купить красивую одежду для своего цифрового двойника, для своего аватара. Представьте, в 2023 году было куплено 1,6 миллиардов предметов цифровой одежды. Представьте, какой это огромный рынок и сколько денег там зарыто. Это на 15% больше, чем в 2022 году. Мало того, для зумеров важна узнаваемость бренда виртуальной одежды и цифровой моды. Трое из четырех уверены, что носить цифровую одежду нужно только от признанного бренда. Они готовы больше тратить на эксклюзивные цифровые модели и даже выстраиваются в виртуальные цифровые очереди, чтобы первыми купить уникальные товары от Gucci, Monster Cat и других фирм, которые занимаются предоставлением на рынке вот такой виртуальной одежды. Такие вот тенденции в современном мире. Но взрослые тоже, я вам скажу, не сильно отстают от молодежи. Например, интернет-покупатели в Калифорнии могут лучше понять размеры сумки Ребекка Минхов, визуализируя ее на кухонном столе. А компания Gucci в этом году выпустила яркие виртуальные кроссовки под названием Gucci Virtual 25, которые стоят всего 12 долларов 99 центов. Их можно приобрести в фирменном магазине модного бренда, но носить такие кроссовки для тех, кто еще не понял, вы можете только в дополненной реальности или в приложении Roblox. То есть, условно, намедя смартфон, вы купили эти кроссовки и увидите свои ножки в этих кроссовках. Но в реальном мире эти кроссовки не существуют. Кажется необычным, но необычность этого действия становится все меньше в современном мире. Онлайн-магазин люксовых товаров Yox вместе с мобильным приложением Lumiere сделали набор фильтров, с помощью которых посетитель магазина может наложить на свои фото и видео аксессуары бренда, сумки, очки и украшения. И оценить, подойдут ли они к образу. Если подошли, можно тут же купить эту модель через приложение. Там и Hellfiger использует технологию 3D-одежды для того, чтобы покупателю было легче выбрать для 20 категорий. Включая трикотажные платья, полуодежда для отдыха, джинсы и верхнюю одежду. Ну и кроме того, на цифру бренды переходят в мерчатайзинг. Изделия показываются на виртуальных аватарах, а не на настоящих моделях. Виртуальные аватары разрабатывают искусственный интеллект. Они имеют собственные социальные сети и сотни тысяч подписчиков. И внешне, поверьте, вы их уже не отличите от живого человека. Это очень мощный стимулятор спроса. Аналитики установили, что посетители, которые взаимодействуют с 3D-моделями одежды, были на 44% более склонны добавлять товар в свою корзину в интернет-магазине. И на 27% более склонны размещать заказ. То есть, если вы просмотрели одежду в дополненной реальности, в 3D, то на 65% большая вероятность, что вы реально купите эту одежду. Кроме того, существует большое количество массивных брендов, в приложении которых вы можете послать свое фото, и они разработают вам виртуальную одежду по вашим параметрам. Она будет абсолютно эксклюзивная. И вы можете носить ее в своем виртуальном мире, причем за немалые деньги. Даешь умное потребление и отказ от реальной одежды в пользу виртуальной. Не секрет, что многие молодые люди покупают одежду только для того, чтобы сфотографироваться в ней, сделать красивые селфи, выложить в социальных сетях и собрать свои лайки. Но теперь это не обязательно. Теперь можно купить одежду виртуальную, сфотографироваться в ней, сделать селфи, послать друзьям, собрать лайки. И вот, смотрите, вы сэкономили массу природных ресурсов, вы не загрязнили окружающую среду, потому что одежда ваша полностью виртуальная. Это же здорово, правда? Посмотрите, как работают зеркала и витрины дополненной реальности. Такое зеркало – это телеэкран с камерой размером с человеческий рост. На экране можно совместить свое изображение, например, с платью, обувью или шляпой. Например, три магазина Tommy Hilfiger в Европе разместили такие вот виртуальные зеркала The Row 10. И люди за считанные секунды, заходя в раздевалку, могут примерить десятки моделей и сохранить, сделать селфи и так далее. Вы стоите в магазине перед зеркалом и с помощью пульта, пожалуйста, выбирайте из базы данных магазина изображение любого костюма и видите себя сразу в зеркале. За 15 минут вы примерили 15 костюмов, при этом вы не потеете, не снимаете, одеваете бесконечное количество раз одежду и так далее. Как это работает? Устройство вас сканирует, делает вашего цифрового двойника, а после предлагает посмотреть, как будет выглядеть коллекция бренда на этом аватаре. Плюс есть еще дополнительные плюшки, вы можете посмотреть различные прически и дополнительные некоторые функции. Но это все, конечно, очень сложно. Это огромная работа программистов, для того, чтобы это смотрелось естественно. Программисты проводят кучу времени по машинному обучению, кучу машинных тренировок. Алгоритмы компьютерного зрения оценивают форму и положение тела, а моделирование одежды должно точно воспроизвести поведение этой виртуальной одежды. Сложность же машинного обучения возникает из-за присущей этой задачи двусмысленности, так как часть нашего тела закрытой одежды, и программист сложно понимать, как она себя поведет при каком-то повороте или движении. Но, тем не менее, результатом является плавное смешение виртуального и реального миров, создавая захватывающий мир дополненной реальности. Напоследок я хочу показать вам некоторые примеры дополненной реальности в одежде. Например, посмотрите, вот это вот худи с вылетающими птицами. Обратите внимание, как хорошо притречивается изображение при движении. Здесь мы видим просто какой-то космический образ, драконы, которые появляются вокруг человека, парни, девушки, для тоже создания какого-то уникального образа. Это, конечно, не имеет отношения к одежде, но просто как вариант какой-то, может быть, рекламной кампании. А вот это вот различные платья из дополненной реальности, которые легким движением руки, наведя камеру смартфона на эту одежду, вы видите, как легко и быстро меняются наряды. Еще один пример вот таких более сложных изображений. Вы видите, здесь девушка у нас с помощью приложения улетела в космос, и быстренько вернулась уже оттуда с другой одеждой. А теперь давайте посмотрим, что такое виртуальное зеркало. Смена одежды, видите, происходит при нажатии на кнопки на зеркале или на приложении, где легко вы меняете образы, меняется одежду, куртки и так далее. Вот это та самая виртуальная примерочная H&M, про которую я рассказывал. Вот это созданный 3D-аватар девушки, которую она видит после сканирования, и на этой модели примеряются различные платья, одежда, находящаяся в базе данных. Кроме того, вы можете посмотреть, как это будет выглядеть на вас, если вы пополнеете, похудеете, можете примерить различные аксессуары, даже прически, и увидите, как это выглядит в разном весе, с разными аксессуарами и так далее. Ну, на первый взгляд, сейчас может показаться, что выглядит достаточно жутко, но, тем не менее, можно достаточно весело провести время в магазине за такими виртуальными примерками. Ну, и вот еще один пример виртуального зеркала. Виртуальное зеркало в магазине, где, опять же, видите, стоя перед зеркалом, вы выбираете различные модели, видите, смотрите, как они будут выглядеть на вас. Конечно, с первого взгляда может показаться, что все это так сложно, неоднозначно, непонятно для чего нужно, и как трудно угнаться за миром цифровой моды. Но если вы хотите идти в ногу со времени, то выбор у вас невелик, придется в этом разбираться. Тем более, что рынок этот на постсоветском пространстве пока не занят, а сегмент огромный, поскольку и местные, и заграничные зумеры живут примерно одними и теми же интересами, а значит, являются огромным сегментом рынка и ждут от наших дизайнеров новых луков цифровых для себя и своих аватаров. Всем привет в реальной и дополненной реальности. Всего хорошего!